Срубил елку, заплатил вдвойне. Сотрудники лесхоза и полицейские предупреждают, самовольная вырубка хвойных деревьев наказывается штрафом. Но перед Новым годом находится немало желающих сэкономить на покупке ели. Чтобы нарушители не остались безнаказанными, на территории лесного хозяйства периодически проводятся рейды. К одному из них присоединились Ирина Кузьмина и Илья Максимов. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Такое объяснение срубленной вами елки не подходит для полицейских. В преддверии Нового года они проводят рейд по выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев. Полицейские совместно с представителями лесхоза осматривают территорию на пути в поселок Хибины. Такие совместные рейды по выявлению незаконной рубки деревьев они проводят в Кировско-Апатистском районе весь декабрь. Именно в предновогодний период нарушители наносят лесу немалый ущерб. К примеру, в прошлом году участниками рейда было обнаружено более 20 спеленных елочек. Нарушителей поймать на месте преступления достаточно сложно, потому что никто не будет рубить у дороги дерево. Никто не будет просто ждать, пока ты его поймаешь. Все это делают достаточно быстро, стараются в темное время. Но в том году, например, мы поймали одного человека, поймали с поличным, с елкой срубленной. 2000 он ущерба нанес. И штраф ему был, сейчас, честно, не помню, потому что не врать не буду, но порядка 5000 он выплатил. Незаконная рубка елок наказывается штрафом от 5000 рублей. К этому добавляется сумма ущерба. Так что тому, кого поймали с поличным, придется раскошелиться. Стояла машина, это где-то по направлению на ОНОВ-3. И, как ни удивительно, срубленную елочку несла пожилая женщина. Да, и даже всем неудобно было. Как ни жалко было человека, но человека оштрафовали, потому что все-таки по закону необходимо елочки покупать. В процессе рейда сотрудники лесхоза рассказали о их работе с населением. И заодно обратили наше внимание на несанкционированную свалку, которую создали жители поселка. В загрязнении, во-первых, здесь есть и горючие материалы. То есть, что такое горючие материалы? Допустим, кто-нибудь кинул спичку, окурок, загорелось. Ну, естественно, раз загорелась помойка, соответственно, начинает гореть лес. Нарушены практически две статьи – санитарная безопасность и пожарная безопасность. За исключением свалки, за время этого рейда нарушений не было выявлено. А вообще, такие проверки проводятся каждый день. Так что работники лесного хозяйства призывают задуматься, а нужно ли рисковать, отправляясь за елочкой в лес, вместо того, чтобы просто приобрести ее. Дешевле выйдет.